Тема, преступная тема, о которой не любят говорить официальные источники Генштаба и Минобороны РФ. Это химическое оружие. Окупанты уже длительное время используют то самое химическое оружие, запрещенное всеми международными конвенциями. Так с чем же имеют дело вооруженные силы Украины, разбиралась корреспондентка проекта спецкор Мариам Аганисян. Неизвестный предмет. Это не сработал он, да? Этот химический снаряд чудом не разорвался. Агрессор все чаще использует против наших бойцов оружие, которое запрещено на международном уровне, и делает это подло. Скидываем из мавиков, они безусловно скидывают на позицию. При помощи мавиков они сбрасывают непосредственно на позицию, чтобы эта химия заходила в блиндаж. А еще один мавик со сбросом наблюдает, чтобы никто не выбежал. То есть ты хочешь глоток свежего воздуха, когда вдыхаешь эту химию даже в противогазе. Хочешь выбежать на свежий воздух, но они следят и не дают такой возможности. Вызвать панику, заставить бойцов выйти из укрепления и, соответственно, работать по нашим ребятам уже обычным оружием. Обычно враг работает именно по такому сценарию. Россияне используют химическое оружие раздражающего действия. Оно создано так, чтобы выводить личный состав из строя, грубо говоря, чтобы они не могли вести дальше активное сопротивление. Ожоги кожи, дыхательных путей, потеря зрения, галлюцинации. Есть поражения сильные, потеря сознания, конвульсии, паралич и, собственно, смерть в муках. У человека потом начинается эпилепсия. Да, задыхаться начинаешь. Раньше враг использовал химическое оружие в ближнем бою и забрасывал оборонные позиции ручными гранатами со слезоточивым или нервно-паралитическим газом. Теперь же оккупант бьет дистанционно, сбрасывает боеприпасы дронами или бьет снарядами. Заправляет яд в реактивные системы залпового огня, такие как смерч или ураган. Недавно по позициям наших минометчиков прилетели грады, начиненные химикатами. На данный момент именно градами, они в большей мере выпускают. Это просто ужас. С меня один раз прилетел град, метров 10-15 от меня, но слава богу, что был заряжен той химией. Мы немного надышались, потом горло болело, в глазах пекло. Слава богу, что было заряжено, потому что если бы нет, уже был бы капец. В 2017 году Россия сообщила о полной ликвидации своих запасов химического оружия. Еще одна ложь, которую Украина вычислила. С начала полномасштабной войны зафиксировано около 2000 случаев применения россиянами боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами. То, что у россиян это скорее всего или какие-то там хлорпикрин, хлороцетафенон, хлорбензальнаномолонитрил. Это вещество ЦС, оно используется в этих гранатах. Когда оно взрывается, это вещество находится в середине, в виде такого очень тонкого порошка. И взрыв просто распыляет этот порошок вокруг. Вытеснить украинские силы с укрепленных позиций и достичь тактических преимуществ на поле боя – основная причина использования врагом химического оружия. И безразлично стране 404 на все писанные нормы.